Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, это канал Triple Vibe, и в этом ролике я решил предаться рассуждениям на тему «А кто заменит авангарда охотников и вендора горячих точек Кейда-6 после его смерти, в дополнении отвергнутые?» Я посмотрел комментарии, и среди них были как популярные кандидаты, так и совершенно невероятные. Некоторые предполагали, что место Кейда займет Принц Ульдрен. Серьезно? Не, вы это серьезно предлагали? Ой, ладно. Давайте коротко познакомимся с нормальными кандидатами на эту важную роль и прикинем шансы каждого героя. Первым вариантом станет недавно встреченная нами Анна Брей. Она является опытным охотником, долго действовала в одиночку, следуя за своей целью вернуться в Кловиус Брей. Она один из лучших ганслингеров, после моего охотника, конечно же. Она настырная и не готова мириться с указами завалы, если они противоречат ее интересам. Это все безусловно ценное качество, однако она одна является связующим звеном между Авангардом и Распутиным. Коммуникация с ИИ и его изучение – это та сфера, в которой Анна принесет стражам куда больше пользы, чем в Совете Авангарда. Так что очень маловероятно, что выбор падет на нее. Хотя в случае чего для нее уже и местечко в городе готово. Следующий претендент – Эрис Морн. Эрис – охотник и единственная выжившая из группы, которая пыталась убить принца Кроту на Луне. После того, как все ее друзья были уничтожены, она на долгое время оказалась заточена в подземелье среди монстров Улья, а выбравшись оттуда и появившись в городе, она стала неким экспертом по иерархии Улья и их силам. Ее вклад в битве с королем Ориксом просто неоценим. Перед нападением Красного Легиона на город, Эрис предупреждала горожан о том, что отвлекаться на праздник Фестивалов Зе Лост легкомысленно. А когда незадолго до трагедии она покинула башню, она посетила Ашера Мира, с которым поделилась мыслями о том, что ее желание бороться с Ульем никуда не делось, но находясь в башне, ей в этом не преуспеть. Она говорила о том, что буря надвигается, имея в виду Красный Легион, но предупреждения не возымели эффекта. С тех пор Эрис не видели. Так что даже если она вернется, ей нужно будет объяснить, почему она оставила город в трудную минуту. Ее скрытность и любовь к недосказанностям – то, что может помешать занять место в Совете Авангарда. Так что на эту кандидатуру я бы тоже не рассчитывал. Это обращенные. Эрис, убери свой камень с моей карты. Оно не объявляет. Леди Эфредит. Да, еще одна девчушка. Ну а что, вы видели современную игровую индустрию? Сейчас же тренды на вот это вот все. Если с Анной Брей игроки второй части Destiny знакомы, а об Эрис я уже рассказывал в отдельном видео, то про Эфредит многие зрители могут слышать впервые. Для краткости давайте обратимся к лору. В сказаниях о Железных Лордах, Леди Эфредит была одним из самых выдающихся персонажей. Однажды она швырнула саладина, будто метательное копье в танк шагоход падших. Уже несколько веков это любимая история в городе. Как она встретила свою погибель, до конца неизвестно. Но все сказания сходятся в том, что Эфредит уже очень давно встретила свою заключительную смерть. Как вы видите из текста, Эфредит считалась погибшей, до дополнения Rise of Iron к Destiny 1. В первый же ивент Железное Знамя она появилась на пике Фл Винтера и с тех пор стала главным вендором ивента вместо Саладина. Куда она делась после событий Красной Войны? Скорее всего вернулась в некое сообщество, о котором тоже упоминается в Гримуаре. Авангард заинтересован рассказами Эфредит о мирном сообществе Стражей где-то глубоко в системе. И хоть Эфредит рада поболтать о пацифистской философии группы, она пока отказывается раскрывать местонахождение поселения. Лорд Саладин уже призывал нас не доверять Распутину, не доверять Осирису, может тогда он порекомендует свою давнюю знакомую в Совет Авангарда. Может быть и так, но мы слишком плохо знакомы пока с этим персонажем. Незнакомка Эгза Как же часто мы стали вспоминать этого персонажа в роликах. Еще одна героиня из первой части Эгза Охотник, сестра Анны Брей Эйлси. Знаем мы о ней мало. Большая часть информации также скорее является догадками и домыслами, построенными на намеках, в лоре и так далее. Однако, сообщество игроков настолько очаровано тайной этого персонажа, что жажда узнать о ней как можно больше, может привести нас к тому, что разработчики решат ввести ее в игру и дать шанс проявить себя как одному из самых важных персонажей. Место в Совете Авангарда? Возможно. Многие считают, что это именно она несет мертвого Кейда на арте дополнения Отвергнутые. Все эти кандидаты, безусловно, интересны и, возможно, кто-то из них в итоге и начнет выдавать нам награду за выполнение рубежей Горячая Точка. Однако, моим фаворитом, как и большинство игроков, является другой кандидат. Эгза Охотник Шира 4 Еще один персонаж из дополнения Rise of Iron Destiny 1. Он разведчик Авангарда, который обосновался на пике Фолл Винтера во время Кризиса Сива. Шира 4 один из самых надежных разведчиков Авангарда. Выслеживая и устраняя падших, Шира обычно мечется между Землей, Луной и Венерой, собирая информацию и совершая молниеносные налеты на активные экипажи падших. Не будучи прикованным к башне руководящей должностью, как его наставник Кейт 6, Шира охотно помогает Авангарду, когда бы его умения не потребовались. Это бескорыстие, вкупе с его талантами к слежке, сборке оружия и ведению боя, делают Шира бесценным продолжением воли Авангарда за пределами города. Шира был верным помощником Кейта до того, как тот занял пост в Совете Авангарда. Как и сам Кейт, когда-то был протеже Андала Браска. Так что вполне возможно, что Шира станет представителем Охотников в Совете. Конечно, если только разработчики не решат нас удивить очередным твистом. А кого бы хотели видеть на месте Кейта вы? Пишите в комментариях, а я пока прощаюсь. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если все еще не подписаны. Счастливо!